друзья привет давно не брал я в руки шашки что называется то есть давно не выходил я наверное уже почти месяц с некими новостями о рынке поскольку мы много ездим много где слушаем всевозможных экспертов и конечно же эта информация накапливается но был такой загруз мы мотались по стране конгресс и прочее прочее так вот хочу поделиться своими соображениями на тему что сейчас происходит на рынке недвижимости конечно же дать вам некоторые факты чтобы вы сами все-таки сделали выводы начну с того что был категорически неправ когда говорил что цены не упадут вот все видео которые я снимал в апреле в марте в мае простите вот все коллапс все очень плохо на самом деле нет если вы в это верите то пожалуйста посмотрите какое-то наше видео например в марте месяце мы записывали видео с феликсом альбертом который говорил что цены упадут на 50 процентов я в это не верю и сейчас объясню почему точнее сейчас я расскажу разные факты как всегда самое сладкое ставлю на потом но прежде чем перейти к фактам хочу сказать что вы ребят который особенно пишите в комментариях по поводу того что у нас у должны упасть цены и все у нас плохо при этом как-то активно являетесь патриотами в уж определитесь вы патриоты или паникеры потому что если в нашей стране все будет хорошо а я например в это верю все будет на самом деле по плану но если ничего еще катастрофического не произойдет то исходя из этого бизнес не должен рушиться естественно цены не должны рушиться начнем с некоторых фактов во-первых многие здания где-то в начале июня пестрили тем что цены в москве на вторичку снизились и прям вот это был тренд все это повторяли но когда ты начинал читать что за отчет этого натыкался на очень простую цифру аж на целых ноль четыре процента ноль четыре процента ребята конечно если это умножить на 12 месяцев чего делать крайне не надо то это получится там шесть процентов да ну можно перемножить правильно пять процентов опять же по отношению к чему на ноль четыре процента завышенным ценам марта да то что в марте цены скакнули на пять процентов вверх а теперь на ноль четыре вниз откатились но очень круто блин вообще просто упали рухнули ну и почему на 12 надо умножать потому что уже сейчас начинают фиксировать увеличение продаж многие застройщики в частности наша компания наш партнер компании гмк консультант зафиксировала у одного из региональных застройщиков выполнения плана в мае выполнение плана да конечно это не у всех да это скорее всего разовые случаи но тем не менее выполнение плана это очень круто конечно же снизилась ставка центробанк и по-моему дважды снижал и президент путин сказал о том что ставка по льготной ипотеке субсидированной государством снизится до семи процентов точнее она уже снизилась но к этому мы еще вернемся так вот здесь с этим снижением на фоне ставок марта а уже сейчас 1 июля можно тем кто брал тогда кредиты по вот этим высоким процентам сделать процедуру рефинансирования себе эту ставку снизить также указом президента увеличен объем до 35 процентов доли возможной доли владения рынком это имеет отношение к антимонопольной службе одни одной компании связи с уходом других ну например там уходят какие-то зарубежные магазины а другая компания наша российская их скупает и соответственно увеличивать долю так вот раньше увеличивая эту долю нельзя было по моему больше двадцати пяти процентов сейчас можно до до 35 вполне спокойно иметь и к вам фас не придет однозначно выразился и и набиуллина и президент о том что раскрытие скроу счетов по многочисленным просьбам застройщиков которые прям плакали что им нужны эти деньги не будет поэтому слава богу дольщики могут спать спокойно естественно только те которые покупают по фазе 214 с использованием скроу счетов те кто работает в ней той схемы или не понимают это отличие и отправлю многие ролики есть и на нашем канале они соответственно в этой истории не играют они каким-то своим параллельной жизни мне часто звонят роботы но на медне позвонил один которого и раскусил не сразу диалог был настолько похож на настоящий что я согласился получить информацию ватсап в итоге сейчас я знаком с несколькими кейсами из недвижимости которые демонстрируют работу этого робота как по найму агентов так и по работе с клиентами с примерами и подробностями вы можете познакомиться по ссылке в описании а фрагмент одного из них вы услышите прямо сейчас алло я вас не слышу алло здравствуйте меня зовут дмитрий я звоню вам по поводу квартиры удобно говорить лучше звоню из агентства недвижимости скажите если мы своих клиентов сориентируем на вашу квартиру и они готовы внести аванс и выходить на сделку то в случае продажи мы можем рассчитывать на минимальное вознаграждение 2 процента я буду счастлив тогда я сейчас передам ваш контакт нашему специалисту и он с вами свяжется ближайшее время секундочку космос вообще были вот это робот все я все передал пускай это будет наш маленький секрет подскажите у вас есть еще вопросы куча понял я перезвоню позже до связи есть маленький факт который я вычитал на одном телеграм-канале что на большую землю в москве которая принадлежала министерство обороны не нашлось покупателя мы к этому еще вернемся это очень ну естественно государство продавала был конкурс не было ни одной ставки конкурсами до акцион и не было ни одной ставки в итоге никто ничего не купил но к этому мы еще вернемся если говорить про всевозможные акции которые используют московские застройщики то сейчас эти показатели даже доходят до 20 процентов но я еще раз вам хочу сказать что акции разовые акции и снижение цены это совершенно разные вещи снижение цены в принципе да в прайс-листах и так далее так далее в официальных это все очень две разные вещи потому что в одном случае это речь о каких-то сиюминутных решениях финансовых задач застройщиков во втором случае это тренд как говорится да и здесь нужно четко понимать что у застройщиков есть две финансовые модели 1 модель застройщик продавал дорого еще тогда в январе до всех этих событий и себе эту модель построил и конечно же ему сейчас сложнее всего потому что он не наполнил скроу счет он такую равномерную модель использовал равномерного медленного роста цены и медленного наполнения скроу счетов ему конечно сейчас тяжело и скорее всего такие объекты имеют сейчас существенные акции и есть вторая скажем так модель вторая бизнес-стратегия когда вы изначально что называется накотлование ставите достаточно низкую цену быстро набираете покупателей наполняете скроу счета процентная ставка естественно снижается деньги становятся для застройщика проектированию дешевле и соответственно у него сейчас такой большой потребности быстро что-то продавать чтобы отдавать кредит банку абсолютно нет можно совершенно спокойно потерпеть к этому кстати мы тоже еще вернемся есть факт что федеральный застройщик компания самолет заявила об открытии 10 площадок по стране 10 площадок ребят они чего что-то знают конечно же знают поскольку не секрет что за этой компанией стоит человек близкий как бы к администрации московской области возвращаясь к ставке 7 процентов и до субсидирования со стороны застройщиков застройщики научились продавать ежемесячный платеж вот смотрите давайте просто сравним если у вас квартира стоит 10 миллионов кстати с другими цифрами получается то же самое и ставка давайте проще назвать льготная которая субсидирует государство на сегодняшний день 7 процентов то и вы берете кредит на 30 лет по этой ставке 30 лет здесь важный момент мы к нему тоже еще вернемся так вот ежемесячный платеж у вас составит 57 тысяч рублей а теперь берем купленную ставку когда застройщик выкупает процент то есть разницу между 7 процентами например 0 1 процент фактически нулевая ставка у банка в этом случае той же перспективе 30 лет объект стоит уже не 10 а 12 миллионов и как бы 2 миллиона это много но средний платеж и месяц у вас 28 тысяч рублей 57 и 28 при этом если сравнить например однушку которую вы можете купить в пределом кат на самом краю за те те же самые вот эти 10-12 миллионов то если вы будете ее там снимать в аренду то вы будете платить 40 тысяч рублей не 28 ежемесячный платеж по ипотеке а 40 тысяч рублей поэтому если вы покупаете для себя а вот эти основные критики у нас говорят что цены должны падать наш человек не может себе позволить так вот если вы покупаете для себя они для перепродажи то конечно же вам выгоднее брать в ипотеку по такой ставке 0 1 процент на 30 лет или на какой-то срок может быть чуть меньше на 20 лет и вы будете платить меньше чем снимать такую же квартиру в этом же районе в аренду все же просто простые цифры если не верите возьмите калькулятор и посчитайте конечно же с рынка в этой истории уйдут инвесторы и спекулянты но на самом деле их не так много если мы берем чистых инвесторов которые покупали и продавали до окончания строительства по оценкам многих экспертов это всего несколько тысяч человек на всю страну если мы говорим про так называемых мамкиных инвесторов когда родители покупают квартиру на вырост детям что называется да они как бы инвестируют понимая что цена увеличится из-за а если что ну все равно там ребенок поедет в москву учиться и там будет жить то конечно же такие инвесторы нельзя их называть инвесторами они берут на тот же большой срок по оценкам некоторых экспертов вот эта игра в субсидирование ипотеки застройщиком до вот таких нулевых значений она имеет выгоду начиная с десятилетнего срока то есть когда вы берете ипотеку больше чем на 10 лет вот 30 я уже сказал какой платеж если вы берете ипотеку понимая что в пределах пяти лет вы скорее всего будете ее гасить и продавать этот объект то ой 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 вот этого делать не стоит то есть берите тогда обычные льготные ставки на новостройки те самые семь процентов про которые сказал наш президент и которые фактически опустились до февральских отметок то есть мы в общем то сейчас находимся на уровне 21 года то что инвесторов не будет на рынке ну во первых это может быть и хорошо это не позволит раздувать ценам постоянно а вторых они может быть и не уйдут может быть они вернутся потому что а куда они еще пойдут в час они вытащат свои деньги из вот этих больших депозитов 20 процентов куда они под под семь процентов положит банк под 8 ну как-то странно а учитывая что недвигай все-таки будет расти в доллары кстати тоже не вариант учитывая что до 50 стремится ну поэтому останется только одно недвижимость тем более что как ни крути в каком долгосрочном периоде если даже учесть что там может быть год до что-то будет у нас тут трясти лихорадить рынок то долгосрочном периоде там пяти лет цен на недвижимость конечно же будет расти а почему я легко отвечу недавно министр строительства объявил что на сегодняшний день обеспеченность квадратными метрами российских граждан 27 и 7 процентов если мы берем достаточную обеспеченность в европейских или в азиатских странах например в японии то там цифры колеблются от 45 а в германии там от 60 квадратных метров на одного человека то есть у нас недообеспеченность жильем очень высокая еще расскажу что все эти вещи касаются центральных регионов в первую очередь москвы московской области возможно петербурга что нельзя сказать конечно же других регионах например и калининграде не исключено что в калининграде ситуация будет совершенно другая поскольку калининград находится в изолированной зоне там сейчас наиболее близкие враги кругом и паника конечно же у многих присутствует кто туда хочет переехать тоже к сожалению я вот общался с воронежскими риэлторами с риэлторами из в том числе из югов многие переживают что поскольку есть граница тот же самый ростов-на-дону брянск курск и так далее так далее многие переживают вот в этих областях конечно же как будет себя вести рынок и я не знаю здесь встречные тренды и как быстро закончится эта история с специальной операции тоже неизвестно поэтому вот за эти регионы ничего сказать не могу то же самое нельзя сказать за регионы супер отдаленные я имею ввиду за уралом где может существенно снизиться покупательская способность которые и в хорошие это времена не могли похвастаться большими доходами а сейчас покупательская масса может совсем сократиться и там конечно же вот это сопоставление аренды и продажи точнее ежемесячного платежа в новостройках ну это отдельный вопрос его нужно тоже очень внимательно считать для большинства тех кто хочет открыть бизнес в недвижимости есть три барьера первый высокая стоимость риэлторских франшиз вторая рекрутинг агентов и третья необходимость наполнить склад товаром то есть набрать базу объектов именно поэтому многие начинают бизнес с новостроек здесь товар уже есть но до недавних пор самый дефицитный товар московские новостройки был доступен лишь пяти блатным агентством москвы с появлением франшизы самолет плюс продавать московские новостройки может каждый кто хочет начать бизнес в недвижимости в любом регионе кстати с этой франшизы уже можно продавать новостройки питера а также можно оказывать смежные услуги жителям своего района при этом стартовые расходы составит всего несколько сотен тысяч рублей то есть здесь нет первого барьера о котором я сказал в начале оставшийся второй барьер решается просто суть в том что самолет плюс это формат мини агентства где не нужен системный рекрутинг вы вообще можете пригласить к себе на работу знакомых и родственников еще одно сомнение бренд возможно в вашем регионе он еще неизвестен не переживайте это ненадолго скоро стройки самолета появится во многих крупных городах к тому же в двадцать втором году будет большая рекламная кампания но в этот момент ваш регион уже может быть занят франшизой самолет плюс именно так случилось с татьяной морозовой нашим партнером из новороссийска но она все же нашла выход вам же я рекомендую как минимум посмотреть несколько интервью с руководителями этого проекта по ссылке здесь и в описании напомню что за проектом стоит не только крупнейший федеральный застройщик самолет но и федеральная сеть агентств перспектива 24 все подробности вы найдете по ссылкам в описании успешного бизнеса вместе с самолет плюс еще несколько фактов ну например многие агентства недвижимости отчитались о 20 процентном росте продаж во второй половине июня есть даже запись ильдара хусаинова о том что у них рост на восемьдесят шесть процентов по авансам вот такая вот история и соответственно восемь шесть процентов понятно что это на фоне некого в том числе сезона потому что например в прошлом году в июне был рост но если убрать все это дело туда же с учетом сезонности на пятьдесят процентов рост по отношению к маю это достаточно много поэтому продажи восстанавливаются а это ставки падают а это не может не повлиять на рынок как минимум я не вижу каких-то существенных оснований для того чтобы цены снижались массово или там большинстве локаций где есть активный спрос есть на строительство и так далее так далее напомню о тех фактах которых я говорил в том числе в начале что существенно сократилось количество новых проектов о которых застройщики заявляли там еще в январе и феврале они просто либо не вывели на рынок либо вообще заморозили и это не может не сказаться вспомните что было в конце двадцатого года после года в конце двадцатого года возник дефицит существенный дефицит это есть на графиках в частности кирилл холопик показывал это на конференции в конце двадцатого года что возник дефицит из этого был скачок цен вот есть подозрение что через год мы увидим некий провал во многих регионах где новые проекты не вышли именно с дефицитом новых проектов которые просто и которых просто не будет и поэтому опять будет скачок но это опять же на такую далекую перспективу как год лучше наверно не загадывать ну и в конце скажу что мне кажется что самое главное для строительной отрасли для рынка недвижимости это конечно стабилизация когда каждый месяц а то и по несколько раз месяц снижается ставка центробанка появляются какие-то новые указы президента по поводу субсидированной льготной ипотеки то конечно же люди вот в ситуации неопределенности ждут многие ждут кому как говорится тем кого не сильно подожгло и понимают что но если снизили в этом в этот месяц на один процент значит следующему года опять на один процент зачем торопиться давайте подождем то же самое касается курса доллара но как только насти наступит понимание что все стабилизировалось а мне почему-то кажется что это наступит уже в июле и в августе не будет никаких движений по процентным ставкам то рынок откатится к тому уровню который был в конце 21 года а может быть на него наложится еще и отложенный спрос которого не было в апреле и в мае поэтому ну собственно говоря исходя из этого я не вижу перспектив для того чтобы в центральном регионе в московском снижались цены на недвижимость если вы верите что на рынке будет коллапс на рынке будет какое-то катастрофическое падение цен то конечно продолжайте в это верить есть ролики в том числе на нашем канале где есть эксперты которые такие прогнозы тоже дают я к числу к сожалению может быть счастью не отношусь на этом все спасибо берегите себя своих близких свой дом и свой бизнес пока до встречи где-то в интернете